Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель больше не общается с Димой Дмитренко, который недавно покинул телепроект. Рапунцель пишет, с Димой была не любовь. Сейчас я освободилась от этого человека. Я с самого начала Диме не верила. Он предатель, подлый человек. Ведущие говорят, что я до сих пор с ним переписываюсь, так вот это неправда. Саша Гозиас убеждает своих подписчиков в том, что ее красота естественная. Саша пишет, я раньше увеличивала себе губы, делала татуаж и даже пробовала ботокс. И наконец-то поняла, что это не то, что мне нужно. У меня и так пухлые губы и правильные черты лица. Я уже давно ничего не делаю, только уход за кожей. Сейчас у меня все сошло, лицо приняло естественные черты. Я стала довольная и счастливая. Пока мы молоды, не нужны нам эти уколы. В этот же день и косметолог Дома-2 опубликовал ее фотографию с подписью, вот сделали губки и скулы Гозиас. А теперь переместимся на Сейшелы. Марина Мексика очень расстроена, что Саша Задойнов объявил себя парой с Мадиной Кузаевой. Мексика пишет, я просто охренела, весь день рыдала, не знала, что делать. Объяснил все это он тем, что такие, как я, у него были, что после проекта я брошу его, мол, я не для отношений. Со мной просто классно проводить время, смеяться, шутить. В Мадине же он увидел ту самую, которая пойдет за ним и будет всегда рядом. Мне обидно и больно, но я пойду до последнего и постараюсь доказать Саше, что его мнение, мол, я несерьезная и так далее, обманчива. Мне нужен этот человек, как никто другой. Ваня Барсиков устроил сюрприз девочкам-служанкам. Карине Багдасар, Рите Керн, Алисе Огородовой и Лизе Кордобовской. Они совершили морскую прогулку на яхте. Девушки были в восторге от прогулки. Лиза Полыгалова думает о своем будущем. После завершения этого сезона шоу «Остров любви» она хочет отправиться на поляну. Девушка пишет, время летит незаметно, осталось меньше месяца. Как думаете, стоит ли мне после острова пойти на поляну в Москве? Комментарии подписчиков самые разные. Я считаю, что это нормальная замена старым полянским клячам. Девка позитивная, жизнерадостная, не хватает на поляне таких милашек. Уверена, что половина девиц прибрется на поляну. Глеб Жемчугов встретил во Владивостоке бывшую девушку Вани Барзикова Маргариту. Очень рад был встретиться. Приятный вечер перед полетом в Москву. Вот некоторые комментарии его подписчиков. Красивая девушка, молодец, что этого кота помойного бросила. А Глеб-то как расплылся. Маргарита очень красивая и на нее у Глебки горит глаз. Так что, Валя, держись. Глеб всегда будет искать себе вдохновение. А вот что скажет ветер об этой встрече, поймет ли мужа или назревают очередные разборы полетов. Как вы помните, Ксения Бородина недавно снялась в первой профессиональной фотосессии для журнала «Дом-2» вместе с двумя дочками. Ксения опубликовала в своем блоге некоторые снимки из этой фотосессии. Подписчики были разочарованы, потому что лицо Теоны Ксюша так и не показала. Как вы помните, Элина Камерен подала в суд на телепроект «Дом-2». И хотя пока все это не более чем слова, руководство шоу не стало рисковать. Эфир, в котором должны были показать кадры из интимного видео Элины, был срочно перемонтирован. Анонс этого выпуска также был удален с официального сайта проекта. Ксения Собчак удивила своих подписчиков. Несмотря на свой большой срок беременности, она продолжает заниматься йогой. Сейчас заниматься тяжелее, чем обычно, но я помню главный лозунг – не сдуваться. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.